Здравствуйте! С вами программа «Звонница» на телеканале НТМ. В нашей передаче мы рассказываем вам о православных постах и праздниках, о храмах и святынях нашей древней епархии и о людях, живущих на ней. Ростов-Великий все последние месяцы жил в ожидании большого юбилея – 1150-летия города. Празднования начались в день Успения Божьей Матери 28 августа и продолжаются до сих пор. Некоторые моменты праздника мы вам и представляем. Колокольный звон. Сколько раз его слышал Ростов-Великий, но сегодня, в день празднования своего 1150-летия, он особенный. В Успенский собор на Божественную Литургию, с которой начинается празднование юбилея, спешат сотни православных. Приехали, и нам, конечно, очень приятно и радостно. Ну вот, мы так православные, так мы прежде всего в храм, а потом посмотрим, что еще в городе делается. Праздник православия, и вот я спешу к литургии. Божественной Литургией служил митрополит Ярославский и ростовский Пантелеймон. Позднее перед храмом состоялся праздничный молебен за Просветание Ростова. В X веке в Ростове Великом была создана первая епархия, а возведенный в городе Успенский кафедральный собор стал первым христианским храмом на северо-востоке Руси. Недооценить значимость города для 1150-летней истории российского государства сложно. Ростов стал первым в списке городов, в которых проходит празднование этой даты. Духовное удовлетворение того, что Ростов – это древнейший город, и вот этот город на Ярославской земле является тем первым городом, где начинается празднование вот того юбилея восстановления государственности российского. Сегодня в Ростов прибыло много почетных гостей. Поздравил город с праздником и губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. Я хочу всех ярославцев, всех россиян, всех, кто слышит, поздравить с великим событием. Сегодня начало в Российской Федерации, празднование 1150-летнего юбилея восстановления российской государственности. Делали много, я думаю, и сегодняшний молебен в Успенском соборе – это еще один шаг вперед, потому что Успенский собор – это великое творение рук человеческих, ярославских, российских мастеров, которые, слава Богу, мы не потеряли. У нас есть возможность отдать свой долг и этот памятник сделать жемчужиной ростовского Кремля, жемчужиной нашей российской истории, который будет еще долго и долго служить людям, служить духовному возрождению нашего государства. Такой юбилей еще и повод укрепить отношения с братскими городами. Символом дружбы стали яблони, которые посадили на территории ростовского Кремля гости и участники Второго собора древнейших городов Украины, России и Белоруссии. Официальные делегации прибыли из Полоцка и Чернигова, Владимира и Суздаля, Мурома и Великого Новгорода. Яблони – это акт восстановления той части сада, зеленых насаждений, которые были в 17 веке здесь. То есть это такая, скажем так, историческая справедливость. И во-вторых, это символ дружбы, знак дружбы с нашими городами-попротивами, партнерами, с городами, которые имеют такую же славную историю. После гостей ждали на специальной выставке о богатстве ростовского района. Здесь было чем и подкрепиться, и подивиться. Вся продукция от промышленной до сельскохозяйственной выставлена на стендах. Свежесобранный урожай пришелся гостям по вкусу. А в это время в городе вовсю идут народные гуляния. Умельцы со всех уголков Ярославской области выставили на прилавки свои товары. На ярмарке можно приобрести изделия из знаменитой ростовской финифти и другие сувениры на память. На сцене выступает фольклорная ансамбль. Сегодня вечером на Соборной площади Ростова пройдет концерт Александра Розенбаума. В субботу здесь же выступит Дима Билан. Сегодня мы с гордостью говорим об исторических корнях российского федерализма. Благодаря им Россия превратилась в единое государство, которым оно является сегодня. В основе которого общность исторического пути его народов. И также общие экономические и социально-культурные и политические интересы. Без прошлого нет и будущего. Сегодня в Ростове в рамках празднования юбилея открылось заседание Второго собора древнейших городов России, Украины и Белоруссии. Мероприятие началось с научной конференции и прошло в Ростовском Кремле, в самом центре древнего города. Древние стены Ростовского Кремля достойная площадка для дискуссий. Выдающаяся полногероидических страниц история Ростова подготовила нас к сегодняшнему дню. Современный Ростов это, как известно, жемчужина Золотого кольца России, которая тоже сегодня отмечает своеобразный праздник 45 лет этого бренда. Не зря центр событий у нас, и это очень правильно, потому что здесь есть свидетельство зарождения русской государственности на ростовской земле. На прошлой неделе мы открыли историческую экспозицию, которая вещественно подтверждает очень многие интереснейшие факты этой истории. На заседании собора обсуждались пути развития исторических городов, возможности развития туризма. В ходе дискуссии появилось предложение созданий на основе Ростова исторического кластера. Мы-то знаем хорошо, как больно отразился развал большого государства. У нас здесь в Ростове был международный туристический центр. И он принимал, ну, статистика советская говорит об этом, до миллиона человек в год. Это очень большая цифра, мы сейчас о ней даже не мечтаем. Но она складывалась во многом из того, что у нас была огромная страна, и поехать, например, в Туркмению покататься на лошадях или откуда-нибудь из Дальнего Востока приехать в Ростов было не так сложно. Сейчас мы потеряли эти связи и очень правильно и очень своевременно их восстанавливать. Экономическое развитие неотделимо от духовного возрождения. Именно это формирует целостный облик государства, уверены представители духовенства. Сегодня на заседании собора митрополит Ярославский Ростовский Пантерейман вспомнил великих князей, возводивших Ростов и Ярославль. И вот эта история нам показывает те картинки. Картинки того развития нашего государства, что мы сейчас имеем. Слава Богу, что осталось от того богатства, видимого, такого как памятник архитектуры. Но вот в Ростове эта необыкновенная красота осталась как свидетельство того мудрого, того творческого ума наших предков. И вот тот огонь любви к Богу и Отечеству. В дальнейшем собор древнейших городов России, Украины и Белоруссии будет проходить в Ростове ежегодно. Настало время ответов на ваши вопросы. Итак, первые из них, пришедшие на этой неделе. У преподобного Серафима Саровского сказано, что первое помышление от Бога. Применимо ли это для нашей современной жизни? Во-первых, и в главных необходимо отметить, что советы святых относятся к советам вневременным. Как правило, все они применимы для совершенно любого момента времени. То есть, как для времени жизни святого, так и для наших с вами дней. Однако, важно понимать, что имел в виду преподобный, говоря эти слова. Для него, безусловно, первое помышление было от Бога, ровно потому, что его ум всегда в Боге пребывал. И, соответственно, первое помышление приходило на самом деле от Вседержителя в ум, насыщенный молитвой. Если же мы говорим о нашей с вами ситуации, то для нас скорее подойдут слова святителя Игнатия Брянчанинова. Он говорит о том, что сейчас самым лучшим и верным способом к спасению является жизнь по совету. Когда перед нами возникает та или иная сложная ситуация, мы должны обратиться к трем источникам. К священному писанию, к писанию святых отцов и к современным нам христианам, с которыми должны посоветоваться относительно этой ситуации. Конечно, здесь он имеет в виду в первую очередь духовника человека, однако и других опытных христиан. Сопоставив три этих момента, человек определенным образом приходит к некоему решению. Это и есть жизнь по совету. И наш второй вопрос на сегодня. Мой муж влюбился в другую женщину, но из семьи уходить не хочет. Так и живет на два дома. Выгнать его я не могу, но общее положение семьи тягостное. Что посоветуете делать? Один из немногих поводов к разводу, который указывает Христос, это именно вина при любодеянии, то есть вступление одним из супругов в противозаконную, вне мрачную связь. Поэтому ваша совесть совершенно чиста и свободна к тому, чтобы всякие отношения с мужем прекратить. Конечно, так или иначе, последнее решение всегда остается за вами. Однако помните, что такая ситуация никоим образом не является хоть сколь-нибудь нормальной. Здесь страдаете и вы, страдают дети, страдает и ваш супруг, и даже та женщина, к которой он или хочет, или не хочет уйти. Таким образом, круг тех, кто так или иначе вовлечен в этот грех, ширится с каждым днем. Решение необходимо принять. Помолитесь о том, чтобы Господь выразумил вас и положил на сердце правильное решение. Одно точно – ситуация в том виде, в котором она существует, существовать далее не может. И наш последний вопрос на сегодня. Скажите, будут ли проводиться службы в храме Спаса Нерукотворного, который рядом с Кирилло-Афанасьевским монастырем? Не нужна ли там помощь добровольцев в уборке или еще какая-либо? Спасибо. На самом деле, в этом храме уже проводятся богослужения. В течение всего лета монашеская община Кирилло-Афанасьевского монастыря совершала богослужения именно в этом храме. Иначе он называется также Спаса Пробоинским. Относительно того, нужна ли там какая-либо помощь и будут ли они продолжаться там в течение оставшейся части года, вам необходимо спросить в самой обители. Для того, чтобы узнать ее телефон, вы можете позвонить в канцелярию епархиального управления. Ее номер 73-17-61. Свои вопросы о духовной жизни вы можете присылать нам по электронному адресу, который вы видите на экране. Также не забывайте наш почтовый адрес. Город Ярославль, улица Советская, 69. На грядущей неделе, 8 сентября, мы празднуем Сретение Владимирской иконы Божьей Матери. День, когда мы чествуем Богородицу за ту помощь, которую она оказала в Москве, избавив ее от нашествия Тамерлана. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до следующих выходных. Благословение Божие да пребывает со всеми вами! Богословение Божьей Матери